Сегодня мы расскажем о новом планшетнике от компании Samsung. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, это ознакомительный обзор от лаборатории ION. У нас сегодня в обзоре Samsung Galaxy Tab 2 10.1. По традиции наших обзоров начну с операционной системы. Здесь установлен 4-й Android, хотя и немного видоизмененной, но это я покажу чуть позже. Процессор здесь с тактовой частотой 1 ГГц и двумя ядрами. Оперативной памяти 1 ГБ. Встроенной памяти в данной модели 16 ГБ, но ее можно расширить карточками microSD. Поддерживаются карты объемом до 32 ГБ. Как стало понятным из названия, физические размеры дисплея 10.1 дюйм. Выполнен он по технологии PLS. Технология PLS пришла на смену матрицам IPS. Это изобретение компании Samsung. В чем ее отличие? Во-первых, по сравнению с IPS плотность пикселей здесь выше. Потом PLS матрица отличается высокой яркостью, хорошей цветопередачей и большими углами обзора. Вот сейчас я смотрю сбоку на дисплей и мне все видно прекрасно. И низкое энергопотребление, что для мобильного устройства является важным фактором. Кстати, в данном планшете установлен аккумулятор, очень емкий, который позволит в автономном режиме проработать устройство долго. И стоит сказать, что разрешение дисплея 1280 на 800. Интерфейс весьма привычный, хоть и видоизмененный, как я сказал в начале. В принципе, из знакомого 5 рабочих столов, в углу поисковик от Google. Но что добавилось? Меню быстрого вызова виджетов, одним касанием. И кнопка, чтобы быстро сделать скриншот. Вот он готов. В углу также остались операционные кнопки андроидовские. Это шаг назад, на главный стол возврат и недавно запущенные приложения. Можно также выносить виджеты и различные приложения на рабочие столы. И сейчас мы отправимся с вами в меню приложений. В меню приложений все знакомо. Это приложения от Google, в том числе Google+, социальная сеть. Адреса, навигация, здесь имеется GPS-модуль. Фоторедактор, видеоредактор. Вот такое приложение добавилось, киноафиша. То есть, где вы можете смотреть расписание фильмов, которые хочется посмотреть. И Polaris Office для работы с документами Office. Да и, в принципе, наверное, все, что бы я отметил здесь. Потому что все, как я уже сказал, достаточно стандартно. Но увеличить количество приложений можно посредством PlayMarket. GameHub, где находятся игры. И Samsung Apps. Это портал, на котором находятся приложения, которые оптимально подходят именно для устройств Samsung. Камеры в планшете две. Это фронтальная с разрешением 0,3 Мп. И основная разрешением 3 Мп способна снимать видео HD-качество. И также стоит отметить, что планшет способен воспроизводить видео в качество Full HD. Внешний вид. Над дисплеем сверху расположена камера. Фронтальная 0,3 Мп, как говорил чуть ранее. По бокам дисплея расположены два динамика. Соответственно, у этого планшета стереозвук. В принципе, на вот этой лицевой части больше ничего нет. Потому что кнопки управления перенесены на дисплей, собственно, как у любого андроида третьего и четвертого поколения. Движемся дальше. С торца снизу дисплея расположен разъем для подключения к компьютеру и зарядки. Сверху, с торца, расположена кнопка включения и блокировки дисплея, кнопка регулировки громкости. Слот для карточки microSD, который закрывается и прячется под крышечкой. И разъем для наушников 3,5 мм. Торцы боковые разгружены от каких-либо функций, на них ничего нет. На задней крышке расположена камера 3 мегапикселя, основная. Больше, кроме надписи, ничего на задней крышке нет. Как вы поняли, вспышки у камеры тоже нет. Материал, из которого выполнена задняя крышка, это пластик. Хотя может показаться, может быть, на видео, что это металл. Нет, это пластик, качественный пластик, покрашенный под металлик. В комплектации в нее входит краткое руководство, гарантийный талон и такой буклетик Samsung Apps. Все это плотно связано, воедино. Сетевое зарядное устройство составное. И USB кабель. Сегодня мы рассмотрели яркий и мощный планшет от компании Samsung. Называется он Galaxy Tab 2 10.1. В данной модели нет поддержки 3G, но есть Wi-Fi и GPS. Смотрите наши новые обзоры на канале Leon Television. До новых встреч и, конечно же, вступайте в наши группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. До новых встреч!